хочу показать вам как мы готовим домашнее вино это из абсолютно разных ягод обратите внимание в банке у нас кизил вот вишня вишня это вишня мы уже ее процедили вот это вот вишня уже процедили от косточек убрали и еще отстаиваем второй раз смотрим на уже приливали бутылки вот алыча желтая вот в этой 10 литровой слива вот такая вот система с отводом воздушным здесь или можно просто обычные трех литровой банки по старинке с перчаткой я просто вы перемешивала поэтому перчатка начисли надутая на полно дуто и вот кизю мы растолкли чтобы больше давал соки вишня тоже здесь сейчас без косточек но мы делали с костями тоже было вкусно такое вино готовим уже не первый год примерно на 10 литров мы добавляем килограмм сахара ну надо еще смотреть по ягоди насколько она сладкая то есть на вот такие вот бутли на 5 на 6 литров мы добавляем где-то примерно пол килограмма и на трех литровую около стакана потом можно после процеживания это вино еще раз попробовать добавить еще сахар и поставить еще на какое-то время мы так вот уже делали вот например у нас бутылка с вишней нам немножко на показалось кисловатым и мы добавили сахар и перемешали и еще ну второй раз отстаивается выстаивается но так как уже не играет будем переливать бутылки переливаем бутылки убираем в погреб где вино еще раз отстаивается и уже потом она будет пригодна использованию будет вкусно и вот видите вот как вот воздушный отвод видно что она играет пузырьки тут так вот так же вот все булькает в обычное вот ведь он булькает играет примерно около месяца в самом теплом месте у нас под чердаком на третьем этаже но смотри смотреть по ягоди что-то играет больше что-то играет меньше то есть посмотреть сколько сколько времени надо как мы вообще делаем то есть мы получается сначала перемешиваем ягоды с сахаром и оставляем с доступом кислорода примерно на два-три дня после этого мы закрываем ставим воздушный отвод уже в таком состоянии она играет пока пока уже не будет видно что уже перебродила все после этого попробую на сахар все это вино мы не крепим не закрепляем спиртом это все натуральное брожение натуральное получается такие вот вина сухие и сладкие полусладкие зависимости от того сколько добавляешь сахара но мы не добавляем спирт вот в такую водки зиловку я в прошлом году после процеживания еще делала такую настойку может добавляли спирт еще сахара и на еще раз выстаивалась тогда это уже была такая вот настойка на спирта или водку добавить кому что но такое мы делаем крайне редко может в этом году повторю потому что скизил очень ароматный и не хотелось его использовать повторно то есть вот это вот вишня она используется повторно вот тут бутыль мы первую слили и решили еще раз добавить воды сахара и посмотреть как это все будет какой будет второй курс получается ну вот вот так вот мы готовим домашнее вино